всем привет друзья с вами Игорь Пузин и вы на канале Руслана Абдулнасырова сегодня у нас на обзоре автомобиль с пробегом Mercedes-Benz GLA 18 года выпуска о нем мы сегодня будем рассказывать не так много как вам хотелось бы возможно сегодня мы заострим внимание на то как автомобили с пробегом попадает в автосеть RF на что оценщики обращают внимание и что конкретно проверяют при приеме будет очень интересно и полезно для вас мы начинаем поехали в общем хочу вас познакомить с менеджером отдела выкупа его зовут ислам сейчас он вам покажет полностью что он проверяет на чем заострять внимание при осмотре автомобиля с пробегом поехали всем добрый день меня зовут ислам я являюсь менеджером отдела выкупа группа компания FCTRF сейчас я хочу вам рассказать как происходит у нас выкуп автомобиля когда клиент приезжает к нам продать автомобиль также обменять то есть приобрести новый или поставить на комиссию мы обращаем внимание на несколько очень важных факторов начинаем мы проверку с юридической частоты автомобиля и заканчиваем мы осмотром кузова то есть целостности оригинальности кузовных элементов автомобиля в целом осмотр кузова всегда следует начинать с передней части автомобиля сейчас мы откроем капот и посмотрим переднюю часть обратить внимание на крепление элементов таких как крылья капот давайте посмотрим на примере правого крыла переднего вот здесь у нас можно обратить внимание на болт крепления шайба да то есть они гладкие лакокрасочное покрытие оно не нарушено можем сказать с уверенностью что элемент не снимался далее уже на окрас мы будем проверять толщиномером для сравнения с правым крыло, можно посмотреть переднее левое крыло. Здесь ситуация немножко другая. На этом элементе невооруженным глазом видно то, что лакокрасочное покрытие самого болта и шайбы, оно повреждено. Далее следует обратить внимание на фары, то есть на маркировку фар. Фары должны стоять на данном автомобиле оригинальные, автомобили 2018 года выпуска. Здесь мы видим, что фары стоят оригинальные, но следует обратить внимание на то, что присутствует легкое запотевание, то есть это не есть хорошо. Также на бампере следует отметить, есть такие повреждения, как вот тут, если приглядеться есть царапины, довольно-таки глубокие и потертости, то есть это требует дополнительных вложений. После осмотра подкапотного пространства мы смотрим весь кузов толстя на меру. При осмотре двери автомобиля обязательно открываем, смотрим, также съем мы. Лакокрасочное покрытие болтов также должно быть не нарушено, то есть целые поверхности должны быть гладкими. Далее заведем автомобиль, посмотрим, не горят и какие-то ошибки. Здесь в принципе все хорошо. Горит датчик давления шин, но это нормальное явление. Так, обращаем внимание на руль. На данном автомобиле пробег 51 тысяча с небольшим. Руль не затерт. Обращаем внимание на состояние педалей. Поверхность не затерта, не повреждена. Обращаем внимание на состояние сидения. Сидение тоже вот тут в принципе чуть продавлено. Для 51 тысячи пробега это в принципе нормально. По панели, без нареканий. Все хорошо. Обращаем внимание также на заднее сидение. Так, задний ряд сидений. Здесь тоже обращаем внимание на состояние. То есть сидение чистое, нет никаких потертостей. Сидение не порвано. Также обращаем внимание на потолок. Состояние потолка. Потолок у нас чистый. Каких-то зацепов, потертостей нет. Царапит тоже. Нигде ничего не порвано. Состояние потолка хорошее. Далее после осмотра салона осмотрим также багажный отсек автомобиля. На что следует обратить внимание здесь. Здесь смотрим опять-таки на чистоту салона. Но здесь все у нас подготовлено уже чисто. Открываем дополнительный органайзер. Смотрим наличие инструментов. Инструменты на этом автомобиле есть. Просто на стадии подготовки их выложили. Также наличие запасного колеса или докатки. Уже после того, как мы осмотрели автомобиль визуально, мы всю информацию по данному автомобилю отправляем в наш аналитический центр. Это делается для согласования стоимости выкупа автомобиля. Далее эту стоимость мы обсуждаем уже с клиентом. И перед выкупом автомобиля обязательно проходит комплексную диагностику, на которой проверяется двигатель, коробка передач, ходовая система, вся электрика автомобиля. То есть основные узлы агрегаты. Это Игорь и Марат. Они ровесники, оба работают инженерами, у обоих из них есть своя семья. Но только у Игоря есть машина, а у Марата нет. Дело в том, что Игорь узнал об автокредитовании от автосеть .рф раньше, поэтому уже на коне. А Марат узнал позже, поэтому у него машина появится через 3, 2, 1. Встречайте! Автосеть.рф. Продажа проверенных автомобилей с пробегом. Ну что, друзья, я надеюсь информация от Ислама была для вас полезной, вы будете ее использовать. Ну а сейчас я хочу проверить, как эта машина на ходу, поэтому поехали кататься. В общем, по машине коротко пройдемся. У нас мотор 1.6, турбовый, 150 сил, на переднем приводе машина. Ощущение, что ты сидишь в Мерседесе 100% есть, потому что сама панель приборов, вот эти дефлектора, дисплей, все говорит о том, что это реально Мерседес. Но когда ты начинаешь регулировать сиденье под себя, ты понимаешь, что здесь все регулировки ручные. Вот. Но несмотря на то, что здесь есть лифт, что это немаловажно, но регулировка угла спинки сиденья находится в таком месте, что нужно сломать руку, чтобы себе отрегулировать спинку. Это не прикольно. Очень нравится мне вот этот острый угол лобового стекла. Также вот эти горбы на капоте, которые прямо из водительского и пассажирского места очень видны. По ощущениям, машинка приятненькая, ускоряется хорошо, дорогу держит хорошо. Единственное, у нее при торможении, когда чуть-чуть ледок, но она прям сильно в ОБС уходит. Практически не останавливается. К этому нужно привыкать, к этому нужно приспосабливаться. Вот. В принципе, я проехал сейчас километров, наверное, 5 и уже вполне понял, как здесь тормозная система работает. Еще один важный момент у всех Мерседесов сейчас. Это селектор переключения передач. Он находится здесь, за рулем, как подрулевой переключатель на дворники. Да, дворники у нас перенесены на вот этот переключатель, а селектор здесь. Поэтому у нас центральный тоннель не загружен вот этим рычагом, которым мы, в принципе, не так часто пользуемся, да, но он нам постоянно мешается. Вот. Здесь это решение реально классное, прям очень нравится. И к этому очень быстро привыкаешь. Что приборов у нас аналоговые, все на стрелочках. Между тахометром и спидометром у нас достаточно большой монитор бортового компьютера, который нам показывает, что у нас переднее правое колесо почему-то спущено. Все управление мультимедией по умолчанию вообще понятное, потому что здесь вот есть джойстик. По центральной консоли у нас под дисплеем находится сам блок магнитолы с различными кнопочками, да, которые, в принципе, не нужны, если вы научили использоваться джойстиком. Под магнитолу находится блок климата. Приятно сделан. Переключается он тоже приятно. По-мерсовски прям чувствуется. Железные крутилки по ощущениям прям кайфовые. Пару кармашков, тут пепельница с розеткой. В принципе, здесь прям, ну, минимализм, при этом все необходимое на местах. Кнопки стеклоподъемников, регулировки зеркал сделаны также по-мерседесовски, такие они выпуклые немножко и достаточно приятные на ощупь. Пробег у нас 50 с копейками тысяч, вот, и я вижу то, что ни кнопки не износились, ни кнопки на руле, ни сам руль. То есть машина, ну, материалы реально качественные, износостойкие, потому что, ну, я даже по себе сужу, то есть мы все равно не заморачиваемся о том, чтобы типа сохранить, как-то там не поцарапать, еще что-то. Все равно какие-то моменты бывают, и кольца, и застежки от джинс, там, и так далее. Но здесь все целое, и я так понимаю то, что все-таки качественные материалы, даже вот ГЛА, несмотря на то, что это не Ешка, не ГЛС, там, не ЕСка. Молодцы, приятненько. Можно этот автомобиль рассмотреть для семьи, да, можно для жены, вот. Почему-то я не вижу себя в этом автомобиле, вот, ну, какой-то он может быть, не мужской, что ли. Мужской это больше, наверное, либо внедорожник, либо какой-то седан. Это все-таки хэтчбэк, такая маленькая городская машинка, которая подойдет девчонкам прямо на ура. Давайте по багажнику пройдемся. Открывается он электроприводом, закрывается он так же. Здесь кнопочка. Здесь достаточно все простенько, но достаточно просторно. Сюда полезет коляска, пару сумок. Здесь у нас полость под докатку и под всякую мелочь тоже хватит. Также здесь есть техническая полость, ну и по багажнику в принципе все. Если нужен чуть больший объем, полка, естественно, съемная. Пойдемте по заднему ряду. По заднему ряду у нас сразу покажу, как сиденьки складываются. Три четверти, практически ровный пол у нас получается. Посадка немножко, как будто неудобно, вот здесь порог мешается ногам. Ну, места, как я и говорил, здесь достаточно много. Также мне нравится сиденье, то, что у них здесь пластмассовая вставка. Очень классно выглядит. Освещение, естественно. Здесь у нас парктроник, ручки, крючочки, стеклоподъемники. Ну, в принципе, и все. И здесь у нас лоток под всякую мелочевку. Вот вам и весь Mercedes GLA. На этом, я думаю, закончить. Более подробную информацию по этому автомобилю вы можете узнать у менеджеров отдела продаж автосети RF, потому что этот автомобиль находится у них в продаже. До скорой встречи, друзья. Пока.